пока все подтягиваются я поговорю немножко про формальности те кто эту часть пропустит смогут посмотреть на записи сначала по поводу контрольной она есть впечатление что вы написали среднем нормально то есть лучше чем предыдущую даже в среднем хорошо но пока что она не проверена и по-видимому она будет проверено только понедельнику вечера то есть провести результаты можно будет посмотреть прямо перед экзаменом который будет во вторник по крайней мере для части людей тем не менее к пятнице у меня будет какая-то выборка работы я смогу посмотреть на выборку проверенных работ я смогу посмотреть на характерные ошибки и пятница я планирую записать еще одну лекцию давайте я сейчас покажу свой экран и начну на нем что-то что-то писать значит лекция в пятницу пятницу это какое число подождите это 18 что ли 18 лекция пятницу 18 декабря в 16 20 это пара 16 20 17 40 значит на этой лекции я обсужу какие-то характерные ошибки с контролем скорее всего то есть нам 1 1 задача точно хочу обсудить задача номер 2 может быть отсюда что-то еще но этому скорее всего много времени я уделять не буду вот кроме этого в эту лекцию я хочу рассказать то что не успею рассказать за сегодня там некоторые то есть скорее всего этого куска я сегодня вообще не коснусь или только начну его ну мне кажется что без него курс будет не совсем полным поэтому я на прибуси и эту лекцию запишу но там уже до экзамена остается мало времени поэтому давайте мы с вами так договоримся что то что будет на лекции на это вот лекции дополнительной лекции в пятницу в экзамен не войдет а войдет в экзамен то что будет сегодня плюс какое-то небольшое количество задач от сегодняшнего дня которые я либо сегодня вечером либо или завтра днем выложу на сайт но тем не менее мне бы очень хотелось чтобы вы эту лекцию напрягусь запишу а вы ее напрягитесь и посмотрите потому что потому что иначе иначе какой-то высок курса повиснет в воздухе но о чем там будет речь там будет речь о следующей истории смотрите мы там будет речь как всегда об эргодичности в частности мы с вами знаем следующее мы знаем что марковская цепь эргодичный если она имеет эргодическую матрицу переходных вероятностей да то есть если существует такая степень с что матрица возведенная в эту степень имеет все положительные элементы но при этом у нас вами есть примеры не эргодических матриц переходных вероятностей когда это условие не выполнено тем не менее цепь эргодическая ну например там этой задачи как новый контакт который у многих был контрольный например если мы есть вот такая вот цепь 3 из 3 2 из 2 я так сливаюсь в 1 и в 1 состоянии 1 я остаюсь навеки то тогда не счет от цепи она будет аргодическая но при этом цепь цепь эргодическая а адрес переходных вероятностей оно не эргодическая вот это показывает что что условие насчет эргодичности матриц переходных вероятностей хоть оно и хорошее она хорошо но она легко проверяется Можно просто матрица на себя, сколько раз множество. Но оно не является критерием. В пятницу я поговорю о критерии эргодичности. То есть там будет утверждение сорта маркерской цепи эргодичности тогда и только тогда, когда. Кроме того, будет классификация вообще всех маркерских цепей с конечным множеством состояний. То есть вообще, что в принципе бывает, кроме эргодичности? Что в принципе бывает, кроме эргодичности? И как устроены вообще все маркерские цепи с конечным множеством состояний? Что вот они устроены только так, еще может быть вот так, а еще может быть вот так. И четвертого не дано. Там доказательств будет, наверное, не очень много, потому что часть доказательств очевидна, и их можно просто на картинке посмотреть. А часть более сложные, ну как, не то чтобы прямо сложные, но более длинные. И я их буду опускать, потому что моя цель будет просто показать вам, как это все устроено. Значит, по поводу экзамена, по поводу экзамена большинство, так плохо распределились люди, почти все записались на вторник. Вот, и во вторник всех со всеми поговорить не удастся, потому что слишком много людей, скорее всего. Значит, поэтому давайте так, те, кто записался на четверг, то есть те, кто записались на четверг и на вторник, сказали, что могут тогда и тогда, они все пойдут в четверг. Те, кто записались во вторник, значит, я, видимо, завтра вышлю данные, кто когда... Не, не завтра, похоже, значит, кто когда идет на экзамен. Но что я сделаю, я сегодня добавлю в эту табличку, я так надеюсь, что вы равномерно распределитесь, но раз это не получилось, то я сегодня добавлю в табличку еще позицию про время, когда, с какого часа по какой вы можете задавать, потому что, в принципе, экзамен фиксирован с 2.40 по 5.40. Так, вот, но если положить час на подготовку, останется 2 часа, и 2 часа за 2 часа с большим количеством людей не поговоришь. Поэтому было бы разумно вас равналось в течение дня, если вы можете начать раньше, либо закончить позже, то это было бы удобно, поэтому вот я добавлю строки, в которые можно записать время, когда вы сможете сдавать экзамен, и вы запишитесь, и тогда, значит, посмотрим, во сколько, с кем, когда разговаривать. Я сегодня информацию по этому поводу перешлю на почту. Так, по-моему, с формальностями все, да? Есть ли какие-то вопросы по этому поводу или нет? Так, вопросов? Вопросов, кажется, нет. А в каком формате, собственно, экзамен будет проходить? Я писал про это, что в формате… Сначала я вам выдам билет, в котором… Значит, билет я просто, по-видимому, разошлю на почту, я это постараюсь сделать быстрее, чем на контрольный. И дальше вы готовитесь какое-то время, то ли полчаса, то ли час, я посмотрю на билет и подумаю, сколько. И дальше мы с вами быстро разговариваем. То есть я просто смотрю, что вы… Ну, так как вы можете пользоваться всем, то будут вопросы просто на понимание того, что вы написали. То есть вы должны хорошо ориентироваться в том, что вы написали, потому что там будут какие-то теоретические вопросы, будут, возможно, какие-то задачи. То есть экзамен, он больше о теории будет, чем о задаче, хотя о задачах тоже. Потому что задачи все-таки уже на контрольных решали, а при теории еще не разговаривали. И просто будем с вами разговаривать, естественно, на тему вашего билета и вокруг по тому, что было в курсе. То есть какие-то такие полноценные доказательства, по-видимому, я буду спрашивать только того, что было в билете, то, кем вы успели приготовиться, успели написать. А по поводу остального будут просто какие-то, видимо, вопросы на понимание, по поводу теоретических вопросов и по поводу задач сорта того, что есть листочек. Нужно в этом просто всем хорошо ориентироваться и понимать, как что работает и как что-то устроено. Вот разговор будет быстрым, то есть там у человека в пределах 20 минут. То есть времени не подумать особенного не будет, поэтому в таких базовых простых вещах нужно прям хорошо ориентироваться. Вот. А не в базовых непрокупках, понимать, как они тоже работают, и мочь это за ограниченное время изложить. То есть пока готовимся, мы можем пользоваться всякими материалами. Да, 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 конечно. Пока готовиться можете, ну, потому что это контролировать никак невозможно, кроме как заставлять вас включать камеру. Ну, бог с ним. Поэтому пока готовиться, можете пользоваться всем, чем угодно, кроме, ну, только все-таки просьбы не пользоваться друг другом. И делать это самостоятельно. А материалами можно пользоваться, да? А получается билет вы нам сами выбираете, сами присылаете. Да, билет я сам выбираю, сам присылаю, но то есть я ставлю какое-то количество билетов, и дальше, дальше, там, рандомайзером я вам, вами распределить, там, не будет, не будет элементов предвзятости, я надеюсь. Так, хорошо. Вопросы еще есть какие-то? Ну, билеты считаете, как варианты на контролинг. То есть у каждого стоит вариант, и так же у каждого стоит билет. У вариантов вы не вытягиваете, так и билеты, билеты тенеть тоже можно не тенеть. Хорошо. Если нет других вопросов, давайте, собственно, к лекции. О чем будем говорить? Сегодня будем заниматься линейной алгеброй. Линейной алгебры практически в чистом виде. Будем обсуждать такую знаменитую вещь, которая называется теоремой Перрона-Пробениуса. Теорема Перрона-Пробениуса в том виде, в котором я ее сформулирую, была доказана Перроном в 1907 году. Посмотрите, 1907 год, это то ли тот же самый год, или почти тот же самый год, когда Марков опубликовал свою работу, первую, про Марковские цепи. Поэтому, понятное дело, Перрон никаких Марковских цепей не знал. И то, что я сейчас сформулирую, он доказал просто методами линейной алгебры, а мы это будем доказывать методами Марковских цепей. Значит, о чем речь? Как я говорил, Марковские цепи, вообще-то, в теории Марковских цепей, это, в общем-то, то же самое, что линейная алгебра с технических матриц. Правильно? Потому что, чтобы понимать, что происходит в Марковской цепи, нужно понимать, как устроены матрицы переходных вероятностей, это просто с тематическая матрица, и все, точка. Но как-то не так, потому что в линейной алгебре и в Марковских цепях мы вопросы задаем разные. Можно также сказать, что теория вероятности – это просто кусок теории меры и кусок матанализа. Формально это так, но фактически это не так, потому что мы вводим другие объекты, которые не вводят теорию меры и в матанализе, и имеем какую-то другую мотивацию. Соответственно, ставим другие вопросы, выникают другие решения задачи. С Марковской цепями линейной алгебры похожая история, но, тем не менее, с помощью одного можно доказывать результаты из другого, с помощью другого можно доказывать результаты из первого. Вот сегодня займемся в приложении цепей к линейной алгебре, а это в первой части лекции, а в второй части лекции наоборот. Теорема, которая называется теорема Перрона-Фрабениуса, тогда, если там было получено меры обобщения, а вот в той формировке, про которую я говорил, не доказано. Субтитры создавал DimaTorzok Так, товарищи, меня слышно, да? Я прошу прощения, у меня какая-то ерунда с интернетом, и у меня периодически все падает. Сейчас слышно. Да, я видео, наверное, не буду включать, чтобы это уменьшить происходило. Может быть, так будет получше. Так. Я думаю, что еще раз другое утверждение за сегодня в трансферсе упадет. Ладно. Значит, так вот, теорема Перрона-Фрабениуса – это теорема номер… Давайте вот сюда пишу, 30. Смотрите, она стоит из следующих частей. Условия у нее… Сперва условия. Условия простоя. Пусть А – это есть матрица с элементами А и Ж. И матрица квадратная, скажем, что она размер L на L. Так, ой, такой И Ж нет, не от L, естественно, а от единицы до L. L больше либра на единицы. И матрица будет предполагаться положительная. Положительная матрица. А что значит положительная матрица? Положительная матрица, напомню, что мы называем такую матрицу. То есть А и Ж, строго больше нуля для любого и Ж. То есть не в том смысле, в котором обычно говорят про положительную матрицу, что соответствующая квадратичная форма положительная определена, а в таком вот банальном смысле, в котором мы этот термин до этого и употребляли. Значит, тогда, то есть эти условия очень простые. Просто берем произвольную квадратную матрицу с положительными элементами. Все, точка. Но оказывается, что тогда можно сделать какие-то интересные заключения просто из положительности. Существует такое положительное число лямбда. Положительное число лямбда. Кроме положительного числа лямбда существует еще вектора, назовем этих вектора Е, и 1 и так далее, е, л, и f с элементами f1 и так далее, f, l. Так, и вот здесь я перерывусь на обозначение. Обозначение на сегодня. Обозначение на сегодня. Значит, все вектора сегодня это будут вектора столбцы. Вектора столбцы. Потому что мы занимаемся линейной алгеброй, ну, вернее, на алгебре как-то вектора столбцы чаще возникает, чем вектора строки. Обычно, когда говорят вектор, думают, что это вектор столбец. Вот, а t это будет обозначать транспонирование. Транспонирование. Вот, вот такие обозначения я прямо сейчас обведу, чтобы не забыть. Потому что, когда мы говорили про марковские цепи, нам удобнее было считать, что вектора это вектора строки, так как мы все время умножаем вектор на матрицу слева, да? Распределение это всегда были вектора строки. Но здесь удобнее, думаю, что вектора это вектора столбцы. Значит, так как это вектора столбцы, то я должен вот здесь, соответственно, написать транспонирование, да? Тогда это получится столбцы. Значит, так вот, у меня существует положительное число лямбда и вектора E и F. эти вектора положительные, вот в таком же смысле, то есть E и T, F, G, строго больше нуля для любых, и G, такие, что, такие, что, выпало на следующее равенство. А умножить на E, значит, на E умножая справа, так как это вектор столбец, равно лямбда E и F умножить на A равно лямбда F. То есть, что это значит? Так, сейчас, на F я умножаю слева, значит, мне нужно нажать на вектор строк, значит, здесь нужно транспонирование поставить, да? Вот так. Что это значит? Это просто значит, что лямбда – это есть собственное значение, так, а F и E – это правый собственный вектор, правый собственный вектор, а F – это левый собственный вектор. Левый собственный вектор. То есть, первый пункт теоремы говорит, что если у вас матрица имеет все положительные элементы, тогда у нее существует положительное собственное значение, что вообще-то далеко не очевидно, потому что собственные значения у оба какой матрицы все могут быть комплексные. Но нет. Тут оказывается, что если матрица положительная, то у нее таки будут существовать действительные собственные значения. Кроме того, она будет положительной. А этому собственному значению, ну, как и любому собственному значению, соответствует левый и правый собственный вектор, но про эти левые и правые собственный вектор Что можно сказать? Можно, оказывается, сказать, что их компоненты строго положительны. То есть утверждение здесь в том, что существует положительное собственное значение, и что собственные вектора, соответствующие левой и правой, имеют все положительные компоненты. Вот. Такая история. Значит, дальше. Вторая часть теоремы говорит, что положительные собственные вектора определены единственным образом. Единственность положительных собственных векторов. Более конкретно, если вектор, столбец, вектора у нас все столбцы, поэтому скажем просто вектор, вектор V с компонентами V1 и так далее, VL удовлетворяет соотношению VGT строго больше нуля для любого G. То есть все его компоненты положительны, то тогда… А, нет, не то. Еще нужно, конечно, сказать, что он есть правый собственный вектор матрицы А. Для некоторого собственного значения mu, то тогда просто-напросто mu обязана быть равным лямбда, и V, это есть константа, умножить на наш правый собственный вектор E. То есть если у вас есть абы какой собственный вектор с положительными компонентами, то он всегда оказывается пропорциональным E. Ну и, значит, собственное значение его соответствующее будет просто-напросто равно лямбде. Аналогично для левого собственного вектора F. И третий пункт теоремы. Собственно, весь сербор ради третьего пункта теоремы. Он вот такой вот. Смотрите, лямбда сейчас E и F – это будут собственные значения и собственный вектор с первого пункта. Предел при К, стремящемся к бесконечности, матрицы А, возведенные в К, то есть степень, делить на лямбда в степени К, равно E умножить на F транспонированное. Транспонированное, где вектора E и F нормированы таким образом, что сумма E и F равна единице. Смотрите, что происходит. E – это вектор столбец, F – это вектор строка. Значит, я умножаю вектор столбец на… F транспонированный вектор строка. Я умножаю вектор столбец на вектор строку. Соответственно, получаю матрицу размера L на L. То есть вот этот вектор E и F транспонированный, он имеет… Эта матрица с компонентами E и T умножить на F, G и G от единицы до L. Вектора E и F, естественно, как собственно вектора, их можно выбирать с точностью умножения константы, но я вот выбираю эту константу таким образом, чтобы была выполнена вот такая нормировка. Вообще-то, если эти вектора… Смотрите, здесь что написано? Здесь написано просто скалярное произведение векторов E и F. Если это скалярное произведение… Это еще можно вот так написать. То есть просто там было E на F транспонированное, а здесь G транспонированное на F, когда получится как раз вектор строка умножить на вектор столбец. Это число 1. Если бы они были ортогональны, то такой нормировки добиться невозможно, но в этом утверждении еще закодировано, что они не ортогональны. Замечательно. Смотрите, оказывается, что если у вас есть произвольная положительная матрица, то тогда, если вы ее правильно нормируете, то есть делите на ее положительное собственное значение, которое соответствует положительным собственным векторам, и возводите все пенька, эта штука всегда сходится. Эта штука всегда сходится к такому простому делу. Это чем-то напоминает задачу, которая была у многих на контрольной. Задачу номер, кажется, 4. Там ситуация была простая, потому что там матрица А была либо стахастической, либо просто стахастической, умноженной на число. Дальше на это число делили, получали стахастическую матрицу, возводили ее в степень, и дальше просто из-за годической теоремы следовала сходимость. Исходимость была куда? Сходимость была к некоторой матрице, у которой по строкам просто стоит вектор стационарного состояния. То есть строки по матрице были одинаковые. Здесь ситуация в чем-то похожа, но сложнее, потому что здесь строки разные. Но строки отличаются с точностью до умножения на константу, потому что первая строка – это вектор FGT с компонентами FGT, умноженный на E1, а вторая строка – это вектор с компонентами FGT, умноженный на E2. Вот, видите, то есть история в принципе похожа, и доказательства в принципе тоже будут похожи. Вообще-то такой совершенно неочевидный факт, что как только вы берете положительную матрицу, разводите ее в степень, правильно армируете, у вас существует предел. Далеко не по всякой матрице существует такой предел. Так, а вот и положительную существует. Вот, давайте мы это дело докажем. И доказательствами будем использовать матковские цепи. Доказательства. Значит, смотрите, чтобы было понятнее, что вообще происходит, я доказательства буду вести независимо для двух случаев. Для общего случая слева и для частного случая справа. Вот здесь, значит, общий случай, а здесь случай, когда матрица А стахастическая. То есть сумма элементов строк матрицы А равна единице. В случае, когда матрица А стахастическая, утверждение теоремы будет просто сразу же следовать из того, что нам уже известно. В общем случае придется дополнительно немножко поработать. Значит, давайте начнем с первого пункта. О, нам нужно доказать, что существует положительное собственное значение и положительные собственные вектора ему соответствующие. Так, смотрите, если матрица А стахастическая, то тогда рассмотрим вот такой вектор и назовем его Е. Это, собственно, и будет наш вектор Е, состоящий из одних лишь единичек. Хорошо? Тогда А умножить на Е чему равно? Господа, А умножить на Е. А стахастическая. Е. Е, потому что А умножить на Е – это просто сумма элементов матрицы А по строкам. Так, то есть итое компонента вот этого вектора – это есть сумма компонент итое строки матрицы А. Она равна единице, потому что матрица А стахастическая. То есть это дело равно Е. Отсюда следует, что Е – это собственный вектор с собственным значением ляда, равным единице. Так, единица положительная. Видите, как хорошо получается. Далее, то есть мы нашли лямбду и нашли вектор Е. Остается найти вектор F. Но вектор F – это кто? Смотрите, вектор F чему должен удовлетворять? Вектор F должен удовлетворять вот такому. F транспонированная А равно F транспонированная. Потому что лямбда равна единице. Так кого возьмем в качестве F? Возьмем в качестве F транспонированной, точнее. Кого? Стационарное состояние. Стационарное состояние марковской цепи с матрицей переходных вероятностей А. Смотрите, любая марковская цепь имеет стационарное состояние. Тем более, что у меня марковская цепь здесь эргоническая, потому что матрица А имеет все положительные элементы. Поэтому матрица эргоническая, значит, цепь эргоническая. Собственно, вот это вот уравнение, которое здесь написано, это и есть уравнение на стационарное состояние. Единственное, что мы обычно транспонированное не ставим, потому что мы обычно рассматриваем векторостроки, а сейчас нам удобнее рассматривать векторостроки, поэтому нужно ставить транспонирование. Так вот, значит, вот F получается собственный вектор с собственным значением единице, и он имеет все элементы положительные. А почему он имеет все положительные элементы? это потому что цепь эрганическая и это следует из эрганической теоремы это житая больше нуля так как марковская цепь матрица переходных вероятностей эрганично эрганично значит работает эрганическая теорема отлично для сути стахартической матрицы все просто теперь для общего случая для общего случая все в целом похоже но немножко сложнее смотрите здесь мы в случае стахартической матрицы мы использовали просто вот такой тривиальный факт что при умножении на вектор стоящих единичек он стоит на месте так здесь сейчас это не так для общего случая поэтому это использовать не получится но давайте то посмотрим вот сюда мы использовали что вот в этом равенстве мы использовали что у матрицы а есть стационарное состояние как мы доказывали существование стационарного состояния но было не матрица а у марковской цепи с матрицы переходных вероятностей а ну было два доказательства первое доказательство было просто использовала теорему брауэра неподвижной точки второе но было неконструктивно второе это был метод боголюба крылова сейчас буду пользоваться простым доказательством которые используют теорему брауэра неподвижной точки значит сейчас мы сделаем нечто аналогичное тому что было там только-только давайте сперва говорить это не о левом собственном векторе а о правом собственном векторе получим с используем теорем брауэра но вот вот аналог вот такого равенства значит смотрите рассмотрим наше множество распределений множество распределений то есть это множество векторов с компонентами все компоненты неотрицательные сумма компонент единицы все как всегда так и посмотрим как матрица а действует на это множество распределений что это значит я буду применять матрицу а умножать только смотрите только я ее сейчас буду умножать не слева давайте знаете что давайте вот так давать не давайте давайте в черте чтобы вас не путать давайте вот так сделаем слева умножать вот как будто это распределение вектор h на матрицу а вот это вот вообще говоря это уже если даже если даже h распределение так то вот эта штука тоже не обязаны быть распределением потому что матрица не стахастический класс чистое был бы распределению вообще варианет но я хочу рассмотреть сделать так чтобы все-таки матрица а действовала из множества распределений в множество распределений поэтому но не так то это вместо матрица я рассмотрю оператор который я назову а с крышкой и он действует на вектор h вот таким образом просто по определению по определению эта штука есть вектор это компонента которого дается вот таким образом h транспонированная а ну и делить на сумму компонент h транспонированная а катаем сумма пока равна у единицы до или так ну значит что это такое давайте здесь вот здесь нужно взять это компонент естественно что это такое давайте подробнее эта сумма значит h h житая а и житая не ожидая 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 поделить все это дело на сумму от каран единицы до элька где сумма сумма тоже ну и сумму по кому-нибудь еще давайте по опять напишем сумму тоже а а значит h житая а к житая смотрите вот эта штуковина по определению она естественно является является распределением потому что что он не хватает для того чтобы индекс и жига тогда пассива h транспонированная а с крышкой это распределение обращаю ваше внимание что вот это вот вот это вот так не линейный оператор а с крышкой не линейный оператор видите вам на 10 нелинейным образом но но если вы теперь сумму сумму по его здесь возьмете да значит сумму вот этих штук по и возьмете вот эти вот компоненты то у вас вы здесь нужно еще будет заваловать сумму по и и у вас получится единичка потому что сидит ли будет стоять то же самое что в знаменателе это значит что что сумма компонент вот этого вектора равна единичке ну и очевидно что все эти компоненты они не отрицательны потому что потому что матрица имеет положительные компоненты и вектор h он распределение поэтому он тоже имеет все не отрицательные компоненты что штука распределение тем самым мы получили оператор вообще говоря не линейный на множестве распределений этот оператор понятное дело непрерывен но это легко поверить просто сделаем не формула отсюда следует по теореме по теореме брауэра о неподвижной точке которые мы уже однажды применяли когда говорили про стационарное состояние значит следует что существует такой вектор существует вектор f транспонированная такой что f транспонированная а с крышкой равно f транспонированная напомню что говорит теорема брауэра неподвижной точки я уже один раз писал поэтому писать не буду напомню напомню словами она говорит следующее что если у вас есть непрерывное отображение на выпуклом компакте то она имеет неподвижную точку значит про про это выпуклое компактное множество так отлично мы нашли неподвижную точку для отображения а с крышкой но отсюда что следует отсюда следует что если мы определим лямбду как вот этот вот знаменатель как вот этот знаменатель только где вместо аша стоит f а у нас уже зафиксированного тогда мы получим что f транспонированная а с крышкой равно а а без крышки равно лямбда f транспонированная но действительно смотрите просто подставляю вот сюда f вместо аша да получаю что значит f транспонированная на а деленное на лямбду деленное на лямбду равно же обе части получаю вот это соотношение понятно да еще раз просто просто вот сюда вот вместо вместо а с крышкой вот оставляю вот это вот явно явно его форму извините а можно вопрос можете еще раз пожалуйста на пальцах объяснить что оператора с крышкой у нас делает как мы его определяем оператора с крышкой вот делает вот это значит он делает следующее оператор а с крышкой это оператор на множестве распределений так то есть это оператор из лимерных векторов в в частности который делает так значит смотрите если его применил к вектору h транспонированная как то я получил вектор с компонентами вот такими h транспонированная а с крышкой 1 h транспонированная а с крышкой l значит и это компонента этого вектора создается вот такой формулы это есть это компонента того что получается если умножить вектор h слева на 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 матрицу а и делить на сумму компонент вектора h умноженное на матрицу а вот явная формула здесь это это и компонента вот этого вектора то есть что я делаю в чем разница между h а с крышкой и а я применяя а с крышкой вектору h я просто умножаю вектор h на матрицу а но при этом каждую компоненту результата я делю вот на такое число которое одно и то же для всех компонент который есть просто сумма сумма компонент то есть мы нормируем на это число чтобы у нас просто остался наш вектор распределением чтобы сумма и да 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 именно именно так понятно спасибо вот именно так в итоге тонкость в том что это получается нелинейный оператор потому что вот это число оно естественно зависит от h правильно это число знаменатель он он разные для разных аши но а когда мы считаем лямбду мы берем вот это число и знаменателя только когда вместо аши берем вектор f на вектор f он уже фиксирован надеюсь что понятно получаем то что мы хотели то что мы хотели так и и лямбда лямбда больше либо равна 0 вообще говоря но но вообще-то 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 очевидно что лямбда больше 0 а почему лямбда больше 0 а потому что у вас здесь вектор имеет все компоненты да вообще говоря сейчас что мы знаем что мы знаем про f транспонированные мы знаем проект транспонированный что она есть распределение да threatening фронированы распределение то есть в частности все компоненты все компоненты фаба они больше либо равны will you так пока что мы не знаем что они строго положительно а мы хотим получить что они вWill對不起ari на на и пока что они только больше либо равны нуля вот отсюда следует что собственное значение лямбда она строго положительно почему потому что вы умножаете вектор которого все компоненты больше либо равны нуля ну и сумма которых равна единице значит они они не все равны вы умножайте на матрицу с положительными компонентами на матрицу со строго положительными компонентами но и там делится на что-то делите на что-то не бывает вы естественно получаете не 0 поэтому лямбда естественно получается положительное число поэтому лямбда положительно ну и теперь покажем что что житые они тоже строго положительные давайте от противного если я вжитое равно нулю для какого-то же для какого-то же то тогда тогда что мы получаем а тогда смотрите вот из этого равенства вот из этого равенства мы получим что их не будет лучше за этого лучше за этого равенства мы получим что f транспонированная а это компонент вот этой штуки равна нулю ну а это что что такое это значит что сумма gtf катых а к житых равна нулю да но это собрать вот все друзья строго положительно отсюда следует что что все фкаты равны нулю такого быть не может потому что их сумма равна единица потому что их сумма равна единица я прошу прощения логика все-таки обратная вот этот сотру смотрите давайте так про лямбда мы про лямбда мы пока ничего не знаем я поговорил устно что она что на положительное рассуждение снали такого же порядка как рассуждение которые вот здесь написано смотрите значит что мы получили получили вот это от равенства дальше где и вжитое про лямбду сейчас пока ничего не знаем а и вжитое больше либо равны 0 значит я хочу показать что и уже строго больше нуля из противного если вжитое равно нулю то тогда для какого-то g, значит, для какого-то g она равна 0, значит, тогда вот из этого равенства следует, что житые компоненты левой части тоже равны 0. Вот отсюда мы получаем, что такого быть не может. Значит, все компоненты f житого строго положительны. Да, хорошо. Ну и тогда мы получаем, что вот здесь написан вектор с положительными компонентами, умноженный на матрицу с положительными элементами. И, естественно, эта штука имеет все положительные компоненты, поэтому лямбда тоже может быть только строго положительным. То есть вот отсюда уже отсюда следует, что лямбда строго больше 0. Так, договорились, да? Хорошо. Аналогично. Рассуждая аналогично, находим вектор е с компонентами е1 еl и положительное число мю такие, что значит, е это правый, собственно, вектор матрицы матрицы А. То есть я делаю ровно все то же самое, только только вот здесь вот я буду умножать вектор на матрицу не слева, а справа. Понятно, да? Но это на самом деле то же самое, что дело то, что написано здесь, только вместо матрицы взять матрицу транспонированную. То есть совершенно логичное рассуждение приводит к тому, что существует правый собственный вектор с положительным собственным значением и со всеми положительными компонентами. Значит, что нам тогда остается доказать для завершения доказательства первого пункта? Нам остается доказать, что что лямбда равно мю, что собственное значение, совершившее левому положительному собственному вектору, равно собственному значению, соответствующему правому положительному собственного вектора остается доказать что лямбда равно действительно действительно давайте напишем вот такую вот равенство лямбда умножить на е транспонированная умножить на f что это такое это есть просто сумма ежитая и вжитая и транспонированная строка и в столбец на эту сумму просто ежитая же ты просто экскалерное произведение здесь написано другими словами так смотрите но лямбда умножить на е транспонированная это можно так и записать лямбда умножить на е это то же самое что а умножить на е правильно потому что а не нет 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 я хочу здесь не лямбду хочу хочу не писать вот так значит умножить на е согласно вот этому равенству это то же самое что по умножить на е так называемые трудом умножить на дуэ нужно сиделIDE транспонированного это равно она что я транспонированно и потом транспонирование произведение работает нужно каждый транспонировать до hangus вами поменять на f такое то что такое только это транспонированная дальше транспонированные а транспонированные это одно и то за это спонировать значит в транс то что такое это 예 транспонированная f транспонированная на а это есть просто лям до умножить на лям до умножить на этом спонирована и до транспортирование какой-то вагон получился лямбда где транспортированная знаете разница между левой и правой части и правой части состоит только в том что что слева ну а справа лямбда следовательно равно лямбда так как где транспортированная f не равном хорошо почему я просто не равном иду положительные компоненты отлично мы доказали мы имеем левый положительный собственный вектор правый положительный собственный вектор и собственные значения одно и то же не соответствующая строго положительно теперь теперь видите вот-вот для для маркси цепей немножко попроще для случаев стахастической матрицы хотя хотя по большому счету происходит одно и то же потому что здесь мы просто не доказывали что у матрицы есть стационарное состояние пользовались тем что на это уже знаем если доказывали то уровень сложности было там близки так хотя там еще мы еще за бесплатно получили что собственное значение просто равна лица здесь все таки она она немножко сложнее получается теперь давайте проскочим второй пункт и перейдем к третьему пункту потому что второй пункт удобно выводить из третьего пункта теоремы значит что такое третий пункт третий пункт это собственно восходимости смотрите есть какая история значит если сформулировать вообще убрать второй пункт и сформулировать только третий пункт то это будет какая-то почему потому что в третьем пункте говорится что предел вот такой равен выражается вот через эти собственные вектора значит а тогда тогда возникает вопрос хорошо эти собственные вектора они определены единственным образом или нет но похоже должно быть единственным потому что то что предел определен единственным образом но с другой стороны если вы здесь можно ставить разные собственные значения если у вас есть несколько положительных собственных значений соответствующие разным положительным собственным вектором может что может у вас для каждого собственного значения будет существовать свой предел Но тоже какая-то чушь, потому что если собственные значения по модулю одинаковые, может быть, но если они по модулю разные, то в одном случае, если предел есть, в другом 0 должен получиться. В общем, утверждение 3 без пункта 2 выглядит некорректным. Однако мы сперва докажем пункт 3, а потом докажем пункт 2. Как мы это сделаем? Для пункта 3 мы скажем, окей, возьмем какие-либо собственные значения лямбда из пункта 1 и соответствующие собственные вектора E и F, и докажем, что выполнена вот эта штука. А в утверждении 2 потом выведем более-менее из того, что я сказал, из того, что предел определен единственным образом, оттуда будет следовать единственная лямбда E и F. И пункт 2 будет, собственно, вашим данным названием. Так, хорошо, переходим к пункту 3. Давайте начнем с простой ситуации, опять же, когда матрица А стахастическая. Если матрица А стахастическая, то что нам нужно доказать? Нам нужно доказать вот такое вот равенство А в степени К, потому что лямбда там равно единице, да, лямбда равно единице, равно, чему там, сейчас, кого на кого мы умножаем? Мы умножаем E на F транспонированное, да? E на F транспонированное, но E-то, это же что такое в нашем случае? E-то просто единичный вектор, а F транспонированное – это стационарное состояние. То есть вот эта матрица, она имеет вид, она имеет просто одинаковые строки, одинаковые строки, состоящие из компонент стационарного состояния. Правильно? Но это же просто следует либо из эргонической теоремы, либо, если хотите уж совсем точно, из следствия… Из следствия из… Масло-масло, ну ладно, ну ладно, из следствия из эргонической теоремы. Примененный к Марковской цепи с матрицей переходных вероятностей А. Так? Вот это ровно то, что было у вас на контроле. Видите, да? То есть здесь этот результат просто перевязанно следует из теории Марковской цепей. Значит, следствие, по-моему, это номер 22 следствия, но я не уверен. Да. А если мы пока здесь сказали, что второй пункт мы докажем позже, мы разве можем так спокойно сказать, что лямбда у нас тогда равно единице? Можем. Потому что я говорю, я просто волонтеристским образом беру лямбды равной единице, беру соответствующий вектор Е, который я получил вот здесь, беру соответствующий вектор F. Меня не интересует, есть ли какие-то другие лямбды Е и F. Может быть, есть. Но для них, вот для этой лямбды, для Е и F, я доказываю вот этот… доказываю, что предел задается вот таким образом. Это следует просто из эготической теории. Значит, то есть я доказал… Хорошо, давайте скажем… Правильно, правильно, ну сейчас. Правильно, получается что? Что я доказал для некоторых конкретных лямбды Е и F. То есть, что я сейчас доказал? Доказал, что среди всего множества лямбды Е и F, которые имеются в пункте 1 теоремы, есть такая тройка лямбды Е и F, что имеет место пункт 3. Вот что я доказал фактически, да? Ну а дальше из этого результата мы выведем, что на самом деле тройка единственная, что просто других лямбды Е и F не бывает. Нет, это пункт 2. И тогда, получается, нужно еще из пункта 2 доказать пункт 1, что эта тройка – это и есть та самая тройка, которую мы… Нет, 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 сейчас, 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 не так. Значит, по пункту 1 таких троек есть сколько-то. Хотя бы одна есть. Берем. Значит, смотрите, вот здесь я взял конкретную тройку, да? Конкретную тройку лямбды Е и F. Вот, очень конкретную. Для них доказал все, что нужно. Так? Для них доказал вот эту формулу. Дальше отсюда можно вывести, что эта тройка на самом деле единственная. Все. Это значит, что в пункте 1 автоматически получаем, что там была единственная тройка. Это в случае, когда матрица стахастическая. В случае, когда матрица не стахастическая, доказать, что будет сложнее, а результат устроен сильнее. Почему? Потому что я вот так сделаю. Я скажу, что выберем произвольную. Теперь я рассказываю про случай нестахастической матрицы. Произвольную тройку лямбда Е и F из пункта 1 теоремы. И для этой, и для произвольной тройки, для произвольной тройки я докажу вот это равенство. Это значит, что я могу брать совершенно любую тройку. Понятно, да? Я сначала ее взял произвольную. Но отсюда можно будет вывести пункт 2 дальше. То есть, формально говоря, из того, что написано вот здесь, пункт 2 не выведешь. Да, правильно. Из того, что написано вот здесь, в правой части, пункт 2 не выведешь. Потому что я доказал, что вот этот предел существует только для конкретной тройки. Поэтому, если существует какая-то другая, то к пункту 3 она просто не имеет никакого отношения. Но в случае стахастической матрицы, в случае стахастической матрицы, я докажу, что предел устроен так, как нужно, для произвольной тройки. А оттуда можно будет вывести единственность этой тройки. Что, в принципе, такая тройка векторов в пункте 1 единственная. Понятно? Да. Хорошо. Так. Поехали. Что мы делаем? Мы, пожалуй, что сделаем вот так. На первом эту тройку нормируем. нормируем вектора так, что сумма Vt, f и t равна единице. Это та нормировка, которая была указана в пункте 3 теоремы, собственно. И при этом при этом сумма e и t тоже равна единице. Вот. Эта нормировка не была указана в пункте 1 теоремы, но я имею право так делать. Почему нет? Пока что мне неудобно вот это такой вектор. То есть пункте 3, пардон. Вот эти две нормировки задают векторы eF однозначно. Значит, далее я рассмотрю матрицу с такими элементами. p и житая равная a и житая элементы матрицы A умножить на ежитая и разделить на лямбда e и т. Благо все положительно, поэтому делить можно без опаски. Значит, тогда, смотрите-ка, тогда сумма p и житых p единице dL равна единице. Так, смотрим. p и житых складываем. Что получается? Действительно. Сумма p и житых это что такое? Сумма p и житых p и житых p и житых e житая значит, ну а здесь лямбда e и т. это есть и т компонента матрицы A, примененный к вектору e. Так, здесь лямбда e и т. Но e это же правый собственный вектор с собственным значением лямбда. Поэтому эта штуковина просто-напросто равна лямбда и т.е. лямбда и т.е. 1. Отлично. Смотрите. При этом, кроме того, что сумма p и житых равна единице, p и житая положительна для любых ижей. строго положительна. следовательно, матрица p такая у нас будет p с компонентами p и житая стехастическая. Видите, куда я кланю, да? Стехастическая. Стехастическая и более того, более того, она эрготическая. Потому что все ее все ее компоненты строго положительны. Пусть p и единственное стационарное состояние в соответствующей марковской цепи. Оно единственное благодаря эрготической теории. Тогда я сейчас захочу показать следующее равенство. Я захочу показать, что это компонента стационарного состояния представляется в таком простом виде. Это просто еитэ умножить на фитэ. То есть, то есть, смотрите, а что такое еитэ умножить на фитэ. Нет, нет, нет. Все, не хочу ничего говорить сейчас. туда. Хорошо. Посчитаем. Посчитаем следующее выражение. Посчитаем пи умножить на п. житую компоненту вот этой штуки, где пи задано вот таким образом. То есть, смотрите, я знаю, что стационарное состояние единственное, поэтому я могу выбрать пи вот с такими компонентами и проверить, что оно действительно является стационарным состоянием. так, значит, сейчас. То есть, я хочу проверить, что, что, что вот эта вот штука есть просто пи житая для вот такого выбора. Для вот такого выбора. То есть, проверим, что. так, мы проверим. Значит, умножаем пи на матрицу п. Считаем житую компоненту. Значит, это что такое? Это есть сумма пи и тых п и житая. Значит, это сумма по кому? Сумма по и. Сумма по и, значит, е и тых и тых дальше пи по определению сюда вписываю. Вот оно здесь у меня нарисовано. А и житая е и тая на лямбда е житая. Так, е и тая на лямбда е житая. что мы видим? Что мы видим? Что мы видим? А, вот что мы видим. Так, сейчас, секундочку. Что-то, хочу прощения, что-то мне немножко не нравится. А, правильно, мне не нравится, потому что я написал не то. Вот здесь вот ежи-то делит не еи-то должно быть. Я написал е-то и на ежи-то. Значит, нужно в числителе ежи-то а в знаменателе еи-то. Вот, и тогда, смотрите, вот эти вот дурья сокращаться начинают. Далее, смотрите, я суммирую пи, поэтому ежи-то я смогу вынести за знак суммирования и здесь написать. У нас тогда вот в том месте, где мы проверяли, что сумма п ежитых равно единице не поломается, если мы сейчас поменяли ежи-то. Я только в 10 опечатался, потому что в 10 все было правильно и в 10 все правильно. А, в 10 ежи-то ежи-то все понятно. Вот, смотрите, а вот эта штуковина это что такое? Это сумма по сумма пи. Эта штуковина это есть просто умножение вектора f на матрицу а. Правильно? Слева, то есть вектор f слева, а вектор f он собственный с собственным значением лямбда. и это житая компонента вот этой штуковины. То есть здесь получается, что здесь написано ежи-тое умножить на лямбда f-жи-тое делить на лямбда. О! Лямбда сокращается. Остается ежи-тое f-жи-тое. Видите, да? Потому что вот эта штука вот эта штука это есть f транспонированная на матрицу а компонента за номером g равно лямбда 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 стационарное состояние мы нашли. Но тогда по эргодической теореме мы знаем следующее, что если мы возведем матрицу в так, давайте я слова по эргодической теореме пока уберу. Значит, давайте мы просто сперва зайдем в матрицу p в степень k и обозначим как всегда соответствующие элементы p-жи-к-тое это переходная вероятность из-за к-шагов. Значит, вот теперь по эргодической теореме мы знаем, что p-жи-к-тое сходятся при k к бесконечности k ну или не по эргодической теореме, а последствия из эргодической теоремы. Как это опять следствие номер 22, кажется. Я, честно говоря, не помню номер. Вот. Это дело равно дежитая дежитая дежитая. Теперь давайте вычислим вычислим вот это вот штуковину. Вот эту штуковину. Точнее, я не совсем эту штуковину вычислил. Меня же интересует все-таки не эта штуковина, а меня интересует похожая штуковина. Вот такая. аежи в степени к. Давайте ее вычислим. То есть аежи ката. аежи ката что это такое? Это естественные элементы матрицы а в степени к. Элементы матрицы а в степени к, которые меня интересуют. И эти аежи ката они задаются как? Но нужно матрицу а умножить к раз на себя. Ну давайте мы просто честно умножим к раз на себя. Мы получим сумму по давайте скажем R1 и так далее R N минус 1 от единицы до L A и R1 AR1 R2 AR N минус 1 R R R R1 R1 Вместо R1 у нас будет следить G так вот а теперь теперь выразим A через P выразим A через P значит значит A это лямбда IT на P E делитель E Ж так значит что n это k или n это l так стоп нет n это k k n это действительно k 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 давайте напишем A j это есть смотрим сюда значит это есть P j умножить на лямбда E делить на j j j j j лямбда 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 g j вот так значит у нас этих друзей k штук то есть здесь k членов умножается поэтому вылезет лямбда в тепени k по скобку а дальше смотрите что будет происходить дальше будет сумма но сумма по тому же самому P I R 1 E I делить на ER 1 потом будет P R 1 R 2 здесь будет ER 1 на ER 2 и вот эти друзья начинают сокращаться эти друзья начинают сокращаться а потом в конце будет что будет P R K минус 1 G умножить на ER K минус 1 на E G и вот этот ER K минус 1 он сократится с тем что с предыдущим который вот здесь находился который который был вот здесь в конечном счете у нас останется останется лямбда в степени K из вот этих E останется только E от первого номера E и E от последнего E G E будет стоять сумма по тому же самому P E R 1 умножить на и так далее умножить на P R K минус 1 G но что это такое это же просто элемент матрицы P с номером E G возведенный в К той степени точнее наоборот сначала матрица в К той степени потом беру элемент с номером E E это но это в точности P E P видите да а вот этого штуковина вот эта штуковина приказ стремящимся к бесконечности как нет ну эта штуковина я уже писала что с ней происходит приказ стремящимся к бесконечности вот она она стремится к E житому F житому так итого теперь делим элемент матрицы A в степени K на лямбда в степени K получаем A в степени K делить на лямбда в степени K давайте очень так сейчас напишу значит напишу A и G катая этого штука делить на лямбда в степени K она значит равна еще раз E и T на E житая на P и G катая переходная вероятность нашей наркозной цепи заказа E и T умножить на F J ну и если мы запишем это в матричном виде получим A степени K стремится к чему это же здесь написано вектор E значит мне нужно умножить вектор столбец на вектор строку чтобы матрица получилось E на F транспонирование так то что мы хотели то что мы хотели и заметьте E и F я выбрал произвольными из пункта 1 произвольными вот вот так а то что то что я ну да отсюда вам будет задача доказать пункт 2 доказать пункт 2 смотрите вот здесь я еще попросил дополнительную нормировку на вектор E так вот эту нормировку я просил в условиях теорема я не просил но это не важно потому что потому что почему это не важно потому что вот эта нормировка определяет всю историю однозначно и вторая нервировка не важна от нее просто ничего не будет зависеть Почему? Потому что что значит, что я нормировал вектор E? Это значит, что я его умножил на какую-то константу. Но если я его умножил на какую-то константу, то значит, что вот здесь вектор F я должен буду поделить на эту же константу, чтобы сохранить вот эту нормировку. А это значит, что вот здесь у меня все равно все выражается только через произведение E и F. Поэтому эта константа, которую я D нормировал, она просто сократится. Поэтому здесь нормировка E не важна. Важна лишь. Я могу выбирать любой. Важна лишь какая-то нормировка. вот здесь правая часть этого не изменится поэтому вот это я могу положить ничего это не меняет так замечательно вопросы есть так вопросов кажется нет значит но как всегда время кончилось как всегда я не успел то что хотел онлайн и как-то это в полтора раза медленнее как минимум идет чем живую к сожалению но давайте так у кого есть время послушайте мне еще 10 минут у кого нет времени у кого нет времени чем тем до свидания потому что я еще хочу доказать или хотя бы доказать отривиальное но но по крайней мере сформулировать хочу утверждение с номером 31 который дополняет теорему перрон кабинился значит предполагаем все то же самое пусть а l на l положительная матрица положительная матрица а лямбда больше нуля вектора е и f это это вот тройка из теорема 1 то есть не теорема 1 а из теоремы 30 из теоремы перроны перроны фабинился согласно пункту 2 не определенным образом да поэтому уже который поэтому уже уже здесь не возникает вопрос какая именно тройка тогда тогда все вообще-то условие творения 31 можно будет включить в саму теорему просто тогда бы она разрослась до каких-то немыслимых размеров поэтому я это выделяю в отдельное утверждение первая часть первая часть говорит что лямбда это максимальная максимальное собственное значение если мю это собственное значение матрицы а такое что мю отлично от лямбда то есть я рассмотрю какое-то другое собственно значение матрица то тогда мю обязательно по модулю не превосходит лямбда положительно поэтому на лямбда модуль не вешаем но оказывается что лямбда это мало того что вот это замечательно собственно значение соответствующие положительным собственным вектором и скорость роста матрицы а определяется вот этой вот лямбдой она еще и максимальная среди всех собственных значений вторая часть терема говорит не терема утверждение говорит о том что ли левая левая и правая собственное пространство пространство соответствующие собственному значению лямбда одномерное точнее говоря утверждается следующее утверждается что если если а в равно лямбда в для некоторого вектора в то вектор в он обязательно просто пропорционален вектору е ну и аналогично если w транспонированная а равно лямбда w транспонированная то w пропорционален давайте константа с волной потому что как там тоже 2 вектору е смотрите в чем разница начну первый пункт понятно про максимальность а второй пункт в чем разница между вторым пунктом здесь и вторым пунктом в теореме второй пункт теореме говорил другую вещь он говорил что давайте мы возьмем какие-то еще собственные вектора которые имеют положительные компоненты вот оказывается что все собственно вектора с положительными компонентами пропорционали нашим векторам е и ну и соответствие собственное значение будет обязана равно быть лямбде а здесь я говорю не то я говорю что возьмем не положительный а возьмем просто абы какие собственные вектора но уже соответствующие собственному значению лямбда так то есть в том в предыдущей теореме собственное значение не было фиксировано было зафиксировано только то что вектора положительные и отсюда следовало что собственное значение то же самое и вектора пропорционально нашим здесь не то здесь говорится здесь собственное значение зафиксировано она всегда лямбда но зато собственные вектора мы берем произвольные и вот оказывается что они все равно обязаны быть пропорционально нашим собственным вектором то есть вот фактически выполнено то что написано вот здесь любые правые собственное пространство одномерно я это дело докажу потому что это быстро доказательства первая часть значит смотрите но если вектор в равен нулю сейчас они нет по пардону какой какой 0 значит первая часть мил это собственное значение значит это значит что у нас есть некоторый вектор вы отличные от нуля такой что а в равно мю в так а вы равны вы тогда я пользуюсь я буду использовать третий пункт 3 пункте арена я напишу вот так а в степени к в делить на лямбда в степени к что здесь написано смотрите а в степени к в это есть же просто мю в степени к умножить на в потому что в это собственный вектор собственное значение не знаменатель по прежнему лямбда в степени к ну перепишу это чуть поудобнее вот так вот не делить на лямбда все в степени к и умножить на вектор в это с одной стороны а с другой стороны мы знаем что по теореме 3 река стремящемся бесконечности будет какой-то ремки по пункту 3 теоремы теорема перроны прогренивался эта штуковина она сходится и сходится она вот сюда е умножить на f транспонированная умножить на вектор в так но но смотрите что происходит это значит что и вот это вот штуковина она тоже должна сходиться река стремящемся бесконечности должна сходиться вот сюда же не минуем правильно но если если лямбда отличная от мю и модуль больше либо равен модуле лямбда то ну делить на лямбда в степени к никогда не сходится смотрите на простая история когда модуль мю больше чем модуль лямбда да тогда вот эту штуковину просто бесконечности скачет здесь у вас конечный предел если же модуль мю равен модуль лямбда то это значит что вы здесь вот вы находитесь на комплексной окружности радиуса единицы но при этом лямбда отлично поэтому вы не в единице но это значит что зайдя в степень к вы по этой окружности будете крутиться предела опять же не будет а должен быть это собственное значение положительно она создает скорость роста скорость роста матрицы об степени к вы доказательства 2 пункта она совсем простое во всем простое вот так пусть а вы равно лямбда в постоянное смотрите вот у нас нас есть какой-то собственный вектор другой вот такой вот да отличный от е а постоянная c такова что c умножить на е минус в компоненты вот такого вектора все строго положительные смотрите вектор е имеет строго положительные компоненты какой бы я не взял вектор в я могу в константу c настолько большой чтобы вектор состоящий вот из такой разности имел все положительные компоненты до для любого вектора в просто потому что векторы в компонент вектор е строго положительно значит но тогда смотрите тогда вот это вот c минус в это опять же собственный вектор с собственным значением лямбда потому что и и в это собственный вектора собственным значением лямбда но вот этот новый вектор имеет положительные компоненты с положительными компонентами ну а виктора с положительными компонентами по пункту 2 теоремы по пункту two-teorema перрона пробенивуса вектора с положительными компонентами все пропорциональны вектору где собственно вектора сложительными компонентами цель и минус в там равно с волной и отсюда следует что вы равно чему цель минус с волной и все вот то есть единственность собственного подпространства выводится из единственности положительного вектора так значит дайте мне подумать еще минуту вот эти утверждения я доказал я доказал что я сделал как но слушать иначе если вы сейчас начнете уходить я не обижусь нисколько надеюсь что потом посмотрите то что я тебе расскажу но еще десять минут я я возьму потому что есть важный кусок который я хочу обсудить собственно смотрите сейчас не постараюсь и поскорее сделать но все таки время не кто минут 10 и займет еще так я просто пока до этого говорил что что нужно всего 10 минут я думал что я докажу только это утверждение но все-таки это это не годится нужно назначение 3 кусок сделать 10-ти это важный кусок потому что прояснит что вообще происходит в реагической теореме смотрите что мы имеем мы имеем с вами такой вот забавный результат название теорема перронов обмениваться относящийся к линейной алгебре линейной алгебре мы его доказали с помощью теории маркси цепей ну хорошо ну и что ну и что а наоборот можно мы знаем что теорема перронов обмениваться вообще-то другими способами можно доказать исключительно средствами линейной алгебре всяких маркси цепей так вот есть сейчас я начну формулировать утверждение без доказательств потому что может времени доказывать оказывается что теорема перронов обмениваться эта вещь в общем-то эквивалентной эрганической теореме то есть из эрганической теорема мы уже теорем перронов рога не вывели а вот теперь утверждение без доказательства которое которое утверждает более менее обратное пусть у нас есть пусть имеется марковская цепь с матрицей переходных вероятностей такой что все элементы этой матрицы строго положительно то есть смотрите в эрганической мы требуем эрганической матрицы переходных вероятностей здесь я накладываю более сильное условие здесь я буду все время накладывать условия что все просто элементы матрицы положительные эрганическая значит все элементы матрицы какой-то степени положить на землю это самое значит пусть матрица п удовлетворяет утверждением теоремы перронов рабениуса то есть логика такая что используя средства линейной алгебры мы можем доказать для матрицы петеорема перронов рабениус я это не делаю но но можем можем значит тогда оттуда из утверждения теорема перронов рабениуса можно вывести то есть вот из этих пунктов 1 2 3 теорема перронов рабениуса можно вывести что распределение нашей марковской цепи в момент времени к сходится приказ стремящему бесконечности собственно нашему вектору f транспонированная для любого начального распределения п 0 но естественно этот вектор f транспонированная нормирован таким образом что сумма его компонент равна единице то есть фактически из перронов рабениус следует эрганическая теорема но вот в таком вот в упрощенном варианте разница эрганической теоремы в том что я здесь не утверждаю экспоненциальной сходимости но на самом деле есть конечно же здесь экспоненциальной сходимости просто потому что откуда вот это сходимость следует сходимость следует конечно вот 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 как зап jako asked into исходимости вот это исходимости для выходимости об серии перронов Bryonyls они утверждал что она экспонентальность просто чтобы формулировку не не усложнять но но она конечно инфициальное потому что она же следует за learning раз longtime сходили свою специально вот эти результаты хоть написал что он без доказательства но вообще-то вообще-то Тут доказательства в одну строчку. Я не буду писать, просто на словах проговорю. Смотрите, что мы имеем. Если теорема перонофрагениуса выполнена, то условия теоремы, то это значит, что имеет место вот эта сходимость. Но дальше мы просто замечаем, что для стахастической матрицы, вот эта вот вещь, что для стахастической матрицы вектор F это стационарное состояние, вектор E вот такой единичный, и поэтому матрица E умножить на F транспонированное это будет просто матрица вот этого, которая по строкам имеет компоненты вектора стационарного состояния. Все строки одинаковые, и там стоит вектор стационарного состояния в каждой строке. Ну и по пункту, с единственностью выбора вот этих вот, с произволом выбора векторов E, F и лямбда никаких проблем нет, потому что, опять же, перонопрагение, который мы предполагаем, выполнено, мы знаем, что все это дело предъявлено единственным образом. Так, хорошо, то есть видите, что происходит? Можно смотреть со стороны линейной алгебры, можно смотреть со стороны цепей, и получаем два близких утверждения, теорема Перона-Фрабениуса и эргодическая теорема, которая каждый каждого влечет. Тем не менее, как устроено доказательство эргодической теоремы с точки зрения вероятности, мы понимаем, это то доказательство, которое я приводил на лекциях. Но откуда берется вот эта вот эргодичность на языке линейной алгебры, до сих пор остается непонятным, потому что, ну вот по-видимому, эта эргодичность закодирована где-то в доказательстве теоремы Перона-Фрабениуса. То есть понятно, что она закодирована вот в этой исходимости. Вот в этой исходимости. Но откуда эта исходимость берется из линейной алгебры, то есть как получается эргодичность из линейной алгебры, до сих пор остается непонятным, потому что теоремы Перона-Фрабениуса с средствами линейной алгебры я не доказал. Я это делать и не буду, но последнее, что я хочу сегодня рассказать, я хочу на некотором примере, где есть некоторые дополнительные предположения, упрощающие мне жизнь, обсудить, откуда с точки зрения линейной алгебры берется эргодичность. И вот тогда, надеюсь, что все станет совсем понятно. То есть просто, что такого есть в эргодических матрицах, что это влечет эргодичность. Что происходит? Откуда берется исходимость распределений? Значит, с этой пирью я сформулирую одну лему без доказательства и вторую лему с коротким доказательством. Давайте назовем их всех утверждениями. Утверждение без доказательства. Так, но это будет утверждение, давайте, номер, сколько там, 32? Будет утверждение 33. Так, что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее. Что собственные значения эргодической матрицы, то есть, в частности, она стахастическая, удовлетворяют следующему соотношению. Лямбда 1 равно единице. Да, мы упорядочим их, естественно, как хочу, а упорядочу я их по убыванию модуля. Строго больше. Лямбда 2 больше либо равно... Лямбда 3 больше либо равно последнее собственное значение за номером лямбда L. Ну, смотрите, я здесь считаю собственные значения. Какие-то из них могут быть равны. Так, вот то, что написано вот здесь, здесь нет никакого утверждения. Я просто упорядочил собственные значения по возрастанию абсолютных... по убыванию абсолютных величин. А утверждения вот здесь тоже, в общем-то, утверждения особого нет. Я здесь говорю, что у марковской цепи, то есть у матрицы переходных вероятностей для марковской цепи есть собственное значение, равное единице, но мы это уже тысячу раз видели. Это следует просто из того, что если мы умножим матрицу вот на такой вектор, умножим матрицу на такой вектор, то мы же его и получим. Просто следует того, что матрица техническая. А утверждение здесь состоит вот в этой красоте, вот в этом. Что если у вас есть эргоническая матрица, то тогда у нее есть, значит, собственное значение равное единице, оно самое большое по модулю. И больше нет ни одного собственного значения такого же размера. Это несложное утверждение, которое доказывается там то ли в три, то ли в пять строчек, просто внимательно, смотря на определение эргонической матрицы. То есть точнее это просто доказать для матрицы, для матрицы неэргонической, а той, у которой все элементы положительные. Это просто быстро доказывается. Но еще, конечно, нужно использовать, что сумма компонентов по строкам равна единице. А для эргонической матрицы это потом уже оттуда выводится. Вот эта вот штука имеет специальное название. Она очень важна, она имеет специальное название. Называется это на русском спектральная щель. Почему-то щель. А в англоязычной литературе это называется спектральная гэп. Спектральная гра. На русском спектральная щель. Почему? Потому что история здесь такая. Что у вас есть все собственные... Вот у вас шар радиуса единицы. У вас есть одно собственное значение, это действительно ось. Собственное значение сидит вот здесь. А все остальные собственные значения, они, так сказать, отделены от этого собственного значения. Собственное значение λ2 находится где-то вот здесь. А остальные все находятся вот в этом вот шаре. И вот это расстояние между шаром радиуса модуль λ2, вот это шар радиуса модуль λ2, B это значит означает шар, вот этого штука расстояние между единицей и λ2, модуль λ2, вот это вот дело и называется спектральной щелью. То есть между самым большим собственным значением и всеми предыдущими есть некоторая дыра. И вот наличие такой штуки ведет всегда к подобным вещам. Как я это сейчас в следующем утверждении продемонстрирую. Последнее на сегодня утверждение 34. Рассмотрим марковскую цепь с матрицей переходных вероятностей P. все собственные значения, которые различны. и удовлетворяют. Давайте вот это вот соотношение назовем буквой звездочкой. Кстати, это не букву, но все равно назовем. Удовлетворяют звездочкой. То есть, например, P может быть органической. Матрица переходных вероятностей P может быть органической. В чем здесь техническое предположение? Дополнительное техническое предположение – это вот эта вот вещь. Что все собственные значения различны. Это то, что вообще-то не нужно, но это то, что мне очень сильно упростит жизнь для доказательства. Тогда, что я, собственно, утверждаю? Тогда Марковская цепь перегонична. Марковская цепь перегонична. Вот. Доказательства. Собственно, перегоничность будет следовать из наличия вот этой спектральной щели. Смотрите, что я делаю. Пусть… Сейчас обозначение может быть немножко непривычное, но… Но в общем, ничего страшного. Пусть F1 и так далее… F1 – это базис из левых… Нет, давайте по-другому скажем. Это левые собственные вектора матрицы P, образующие… Сейчас, прошу прощения. Соответствующие собственным значением лямбда-житое. То есть, собственно, F-житое транспонированное помножить на P есть лямбда-житое, F-житое. Я пишу у G символ G сверху, чтобы не путать житые компоненты и житый вектор. Смотрите, так как все лямбда-житое различны, вот здесь я использую вот это техническое предположение, вектора F1, F-L образует базис. Образует базис. Там, где мы живем, собственно, в RL. Возьмем произвольное распределение P. Не P, а P0. Произвольное распределение P0. Разложим его по базису. Разложим по этому базису. Напишем тем самым P0 равно сумма каких-то коэффициентов Q-житое, значит, от G равного единице до L. F-житое. Значит, Q-житое – это есть, вообще говоря, комплексные числа. Вообще говоря, комплексные числа. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, хорошо, да, комплексные числа, ради бога. То есть базис, базис... Ну, вообще-то, да, вообще-то базис они образуют тогда мои собственные вектора, конечно, не в RL, а в множидокомплексных чисел, да? Правильно же я говорю? Потому что, потому что, собственно, значения могут быть комплексные, значит, собственно, вектора тоже могут быть комплексные. Значит, значит, здесь нужно написать C или C. Ну, C или C, хорошо. Все равно же мы же распределение не можем, поэтому базисы разложить. Можем, вот, раскладываем. Тогда, что меня интересует? Меня интересует ПКТ, соответствующее распределение момента времени К. Это есть P0 умножить на матрицу P в степени К. Так, что это такое? P0 – это есть сумма по G кужитых. Снизу здесь кужитых F житая умножить на P в степени К. Так, эта штуковина, эта штуковина равна чему? Эта штуковина равна F житая. Это же, собственно, вектора левая, правильно? Ой, так, слушайте, здесь транспонирование начались приколы, потому что, прошу прощения, значит, давайте-ка мы вот такой фильм сделаем. Мы же теперь, значит, давайте-давайте, извините, давайте скажем, что сразу же, что F житая – это вектора строки. Собственные вектора строки, чтобы транспонирование не писать, потому что, кстати, при распределении я автоматически предполагаю, что это вектор строка, и тут транспонирование не пишу. И будет странно, если я его здесь вот буду писать, а здесь не буду писать. Поэтому, значит, левая – собственные вектора, которую мы сразу записываем в виде строк. Тогда F житая умножить на, немножко по-аккуратнее перешу, F житая умножить слева на матрицу P, будет левая – F житая. Вот теперь все хорошо. Значит, получаем суммирование кужитых F житых на π в степени k. Теперь используем, что F житая – это, собственно, вектора матрицы P, значит, матрица P в степени k тоже. Получаем кужитая лямбда в степени k, лямбда в житая в степени k, F житая. Вот так, да? Смотрите. А теперь, собственно, практически финальный аккорд. Лямбда 1 равно 1. Напоминаю, да? П0 минус Q1, F1, норма, наша обычная норма, L1 норма, получается равна L1 норме суммы от g, равного 2, до L, Q житого, лямбда житая в степени k, F житая. Но, но, смотрим, ребята, сюда. Все вот эти друзья, они по модулю меньше единицы. А я их еще в степени k возложил. И лямбда 2 из них самый большой. Лямбда 2 из них самый большой, поэтому это дело можно ограничить просто вот так, например. Меньше либо равно, чем лямбда 2, модуль лямбда 2 в степени k. Ну и сумма того, что там остается. На модуль, вот так можно написать, по неравенству треугольника, 2 до L, модуль кужитого, F житого, единицы. Смотрите, этот друг, он стремится к нулю экспоненциально в приказ к стремящемуся бесконечности, потому что модуль лямбда 2 больше единицы. Так, далее, вот этого штуковина фиксировано, так, потому что я вжитое фиксировано. А вот эти вот друзья, вот эти кужиты, они, в принципе, зависят, зависят от P0. Но дальше можно показать, можно доказать, что модуль кужитая меньше либо равно некоторой константы. Давайте напишу вместо конст C, где C не зависит от P0. Почему, откуда это следует? Смотрите, кужиты – это компоненты разложения P0 по базису. Но P0 – это же распределение, у него судно-компонент равна единице. Поэтому и коэффициенты разложения, они по модулю все должны быть равномерно… Ну, несложно доказать, что они все по модулю равномерно ограничены одной и той же константой, вне зависимости от начального распределения P0. Ну вот, отсюда следует, что вот эта штука, она меньше либо равна, чем… Смотрите, то здесь можно все константы ограничить. И вот здесь вот еще будет умножаться все это на норму собственных векторов. Но это какая-то просто другая константа. Назовем ее C1, лямбда 2 в степени K. Вот, еще раз напишу, что она по модулю меньше единицы. Вот, так, то есть начальное распределение P0… Ой, так, так, ребят, какой P0? Здесь же Pk. Здесь же Pk. Сейчас, вот, вот что я сделал. Я вот из этого Pk вычел первую компоненту вот этой суммы. И оставил остальные компоненты. Так, видите, ставил остальные компоненты. Вот, поэтому есть Pk. Отсюда следует, что Pk экспоненциально падает вот сюда. То есть, в частности, мы получаем, что Pk, Pk, оно сходится Q1 и F1. Но отсюда, отсюда, естественно, следует, что вот эта штука, она тоже распределение. Что она тоже распределение. Куда и деваться, потому что распределение замкнуто. Пк же распределение. Все, смотрите, то есть у нас есть сходимость какого-то распределения. Но отсюда сходимость, мы с вами будем доказывать, что сходимость, она бывает только к стационарному распределению. А, тут, собственно, доказывать нечего. Тут доказывать нечего. Потому что, вот почему. Стационарное распределение. Так как, смотрите, так как Q1, нет, Q1, F1 умножить на матрицу наших переходных вероятностей P, это есть, что это есть? F1, это же собственный вектор с собственным значением лямбда 1. Но собственное значение лямбда 1, оно равно единице. Поэтому это просто Q1, F1. Все, то есть это стационарное состояние. Вот благодаря этой сходимости, то есть логика такая, смотрите. Просто за счет линейной алгебры мы видим, что P ката сходится куда-то. То, куда оно сходится, автоматически получается распределением. И, кроме того, мы знаем, что это левый собственный вектор с собственным значением единица. А если оно распределение, это значит, что оно автоматически стационарное распределение. Значит, это единственное стационарное распределение. И, собственно, вот мы получаем органичности. То есть, что происходит? происходит следующее что у нас есть фактически так у нас матрица удовлетворяет вот такому условию что у нее есть спектральная щель одно собственно значение равно единица все остальные по модулю меньше единицы еще мы дополнительно предполагаем что матрицу можно разложить по базису матрицу можно разложить по базису что что все собственные значения различны то есть благодаря этому мы можем существует собственный базис собственный базис и это означает фактически чтобы матрицу можем диагонализовать перейдя к этому собственному базису отсюда получается что что вот у нас есть вот этот собственный вектор f1 вот нас есть там собственный вектор f2 собственный вектор f3 и так далее и вот у нас есть наше начальное распределение по 0 и вот это вот распределение по 0 она имеет некоторую компоненту по f1 некоторую компоненту по по остальным f2 f3 и вот те компоненты которые по f2 f3 за счет того что в 2 и 3 они просто собственные вектора собственное значение по модулю меньше единицы эти компоненты просто уходят в ноль и остается лишь только выживает лишь только одна компонента которые по f1 потому что f1 это собственный вектор собственным значением единицы то есть вот это вся органическая теорема просто у вас есть одно направление собственное собственное значение единицы а по всем остальным собственным направлениям вы сжимаетесь потому что Собственное значение по модулю меньше единицы Точка, вот это реалистическая теорема С точки зрения реми-алгебры Это очень-очень простая вещь На самом деле, с точки зрения реми-алгебры Понятно что-нибудь? Или какие-то вопросы есть? Потому что вот это уловить все-таки было бы очень хорошо Значит, что здесь еще стоит Сказать Смотрите Странная история получается П0 распределение Стационарное состояние распределение Стационарное состояние Это компонента П0 фактически по вектору f1 Но стационарное состояние Оно же Должно быть определено Единственным образом Вот просто Сейчас Смотрите Вот что странно Что q1 К1 зависит от p0 Вот q1 зависит от p0 Потому что q1 Это просто первая компонента p0 По компоненту p0 По вектору f1 То есть я доказал Все-таки Правильно-правильно Я не доказал Я доказал, что сходимости есть К какой-то штуке Которая зависит от p0 Потому что q1 От p0 зависит Но на самом деле нет На самом деле q1 чему просто равно q1 просто-напросто равно 1 делить на сумму f1 житых f1 житых Почему? Потому что Потому что q1 f1 распределение То есть Вот отсюда Следует Что q1 сумма f1 житых Всех компонентов Вектор Важна быть равна единице Правильно? То есть q1 получается Вот такой То есть это забавный факт Что вы берете Ваше Вы берете Произвольное распределение Начальное По 0 Произвольное распределение Вы его раскладываете По базису По собственному базису И у вас компонента По первому вектору Соответствующему Вот этому главному Собственному значению Единички Она не зависит От 0 Она не зависит От 0 И эта компонента Это просто Отвечает сценарному состоянию Понятно, да? То есть Любое распределение Это стационарное состояние Плюс что-то Что уходит в 0 Потому что Оно на самом деле Идя эти линейные оболочки Собственных векторов Соответствующих Меньшим собственным значением Вот Значит Вопрос Ко мне Чего же я тогда Огород городил И почему Сразу так Органическую теорему Не доказал Если это Вот полстранички И все Да потому что Потому что Вот это рассуждение Хорошо Но оно применимо Только к маркос- принципиям С конечным числом состояний И все Заточено на линейные алгебры Сколько у вас Например Число состояния Континуальное То все Это все Ломается Потому что То есть Там нет никакого Линейные алгебры Но вероятностные методы Которые я объяснял Они перекладываются Конечно Не с обложнением Но они перекладываются На Марковские процессы С континуальным числом Состояния Которые Как раз Часто встречаются В физике В прочих В прочих Штуках Хотя Вот эта вот вещь Под названием Спектр ЛГЭП Она по-прежнему В бесконечном мере Встречается Но Там история такая Что у вас Там вместо матрицы У вас возникает Некоторый линейный Оператор У линейного оператора Надеюсь Что многие его знают Тоже есть спектр Но спектр состоит Не только из собственных Значений А еще может быть Непрерывным И Там доказательство Спектральной Наличия спектральной щели Это чрезвычайно Деликатная вещь Которая далеко Не всегда В общем Которая далеко Не всегда получается Это сложный Функциональный анализ Но Если вы докажете Наличие спектральной щели Дальше Вот эта логика Более-менее Вот эта логика Работает Оттуда можно Извлекать Все вещи Типа органичности Но Там Другое дело Что доказательство Наличие спектральной щели Очень сложно И поэтому Используют вероятности Методы Типа того Как мы докажем Органические зеремы Вначале Это Часто Обычно Оказывается Гораздо проще То есть Не то что Гораздо проще А просто Гораздо проще Получается Доказать Доказать Наличие спектральной щели Не получается Так Ладно Плюс 43 минуты Так себе Конечно Ну что делать Вопросы есть? Нет Там еще живут Есть Интересно Кто-то есть Так Давайте Тогда Закончим Сказал Я еще Экзамен Запишу В пятницу Дальше Экзамен И все Финиш Ну ладно Все До свидания До свидания До свидания